Приветствуем, братья и сестры, мы приветствуем всех, кто может быть первый раз у нас на служении, гости, те, кто, может быть, первый раз пришли посетить нас. Мы рады тому, что вместе можем помолиться Богу и вместе быть в этом служении. И мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил. Сегодня будут братья проповедовать, и в гостях у нас В.С. Эванс. Он скажет кратко о себе и будет участвовать словом тоже. Виктор будет переводить, поэтому готовится заранее. Мы помолимся о том, чтобы благословение Господне было с нами. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, благодарны сердечно, что прошла неделя, и снова мы вместе на служении. Уходит год, и эти последние служения, которые мы вместе проводим, мы хотим видеть Тебя, Господь. Мы хотим видеть присутствие Твое и в этом служении, чтобы вместе поклониться Тебе, вместе, читая Слово Твое, изменяться и похожими быть на Тебя в практической жизни. Господи, мы просим Тебя об этом. И теперь, когда мы вместе, каждый пришел со своими переживаниями, с нуждами, с заботами, житейскими. Но мы просим Тебя, чтобы Твое присутствие здесь, оно помогло нам сосредоточиться на Твоем Слове. Услышав Твое Слово, снова увидеть Тебя в своей жизни и преклонившись помолиться Тебе. Господи, мы хотим, чтобы Ты был прославлен здесь. И поэтому все, кто будет участвовать, пением стихами, словом, хористов, благослови, чтобы Тебе была слава. Мы поклоняемся Тебе и верим, что Ты будешь с нами. Также молим от тех, кто не имеет возможности быть с нами. Многие, кто по болезни, по разным причинам, по работе, не могут быть сегодня в служении. Но мы просим Твоей благодати на них, чтобы Ты поддержал, укрепил и даровал сил духовных в пути следования за Тобой. Господь, пусть имя Твое будет прославлено. Мы поклоняемся Тебе, Богу нашему, возносим хвалу и славу наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Песня о Иисусе, скажи мне, все расскажи про Него. Здесь у вас прямо весна. Прочитаем из 6 главы книги пророка Исаии. Исаия видит в видении Бога, великого и превознесенного в храме. Исаия видит в видении Бога, великого и превознесенного в храме. Исаия видит в видении Бога, великого и превознесенного в храме. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твое очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. I would like to pray this morning as I begin my message. Хотел бы помолиться сейчас перед началом проповеди. Father, I pray this morning that we, as Isaiah, would see you in your glory. That we would call out, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And because of your holiness, we would see our sinfulness. Because of your holiness, we would see the condition of our culture. And because of seeing you face to face in your holiness, Lord, we would call out, send me, Lord. Help me be a witness, an instrument of your glory to this world, to this nation. И чтобы в свете твоей славы мы могли также сказать, вот я пошли меня, чтобы мы шли и благовествовали твое слово нашему народу. Father, I pray that your word would be sharper than a two-edged sword in our lives this morning. Отец, просим Тебя, чтобы твое слово, как обоюдоострый меч, действовало в нашей жизни. That it would divide truth and error. Чтобы оно разделяло правду от неправды. Lord, that your word would sink into the very being of our hearts. Чтобы твое слово проникало в самую сущность наших сердец. Divide, Lord, even to the point of our thoughts and intents, all the way to the joint and marrow of our bones. And we pray these things in the strong name of Jesus Christ. И молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа. Our Lord and Savior. Amen. Amen. I apologize that I do not speak Russian. But I thank God for Victor. I'd like to just challenge us this morning with a perspective for the future. Сегодня я хотел поговорить о будущей перспективе. My question for you is, what will our society here in America be like in 20 years? What will our homes be like? What will this church be like? Who will sit in these pews following you in 10, 20, 50 years from today? Who will be your pastors and leaders? George Barna, an American research poller, has said in a poll that he conducted that only 7 to 8 percent of those identifying themselves as Christians today in America truly have a biblical understanding of God's Word. So according to his research, in a congregation this size, let's say that there are 600 people here this morning. 7 to 8 percent of us truly have a biblical view of life. 45 of us out of 600. 6 to 7 percent of us are 45 people. It's those who have a biblical understanding of God. George Barna predicts that our society here in America is headed for a spiritual revival or moral anarchy. The generation that will determine which direction this nation, which this culture, this society goes, is sitting in today's classrooms in America today. Several months ago, I was traveling from Spokane to Tacoma. I was to speak in a church, a Slavic church in Edgewood. And God brought a question to my heart as I was traveling in my car. And I began to ponder this question. Why did God bring the Slavic immigrants to the United States of America? Why did God bring you as Christian families to this land? And that was a hard question. I thought, I prayed, I just sought God concerning that question. And I believe that the Holy Spirit impressed upon my heart and my mind the answer to that question. God brought you to this nation to impact this nation for righteousness, for holiness. God did not bring you here to melt into a culture that is hedonistic, that is anti-God, that is indifferent to the things of God. And folks, I believe the greatest way that you can impact this nation and its future for righteousness is to leave a generation that is holy, that trusts God, that knows God, that has not forgotten who God is. There is nothing more important to the future of the home, the church, and society than the proper education of our children and our youth. I'd like to read, have you turn your Bibles to Psalms? And I'd like to read out of Psalm 78. I think in your Russian Bible it's Psalm 77, but I'm going to read my American Bible. In Psalm 78, God's Word says, Listen, O my people, to my instruction. Incline your ears to the words of my mouth, and I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not conceal them from their children, but tell them to the generations to come the praises of the Lord and his strength and his wondrous works that he has done. For he has established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which we commanded our fathers, that they should teach them to their children, that the generation to come might know even the children yet to be born, that they may arise and tell them to their children, that they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep his commandments, and not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not prepare its heart and whose spirit was not faithful to God. читаем первые восемь стихов, Псалом 77. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали вы и узнали, и отцы ваши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди его, и не быть подобными отцам, их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. This is a beautiful biblical mandate for us as parents in passing on the truth to the next generation. I'd like to illustrate this. I think most of you in Portland understand what an umbrella is. But I would like us to consider that this umbrella is just an analogy of God's authority over us. In Genesis, God said He created the heavens and the earth. There's nothing that God is not the author of. And so this umbrella represents God's authority over my life and your life. And His authority passes to you as mothers and fathers into the life of your children. And you have the responsibility and the command from God to pass on your faith, to pass on the truth of the gospel of Jesus Christ, to pass on the reality of who He is. That which corresponds to reality, the truth claims of our God to the next generation. It's like handing a baton to a runner in a race. Since He is our Creator, He is the Creator of the world and its inhabitants, then He alone can tell us how to teach our children. I am sorry to say in our educational system in America today that God has been replaced and His Word has been removed from the classrooms. The responsibility for training children is given by God to parents with the church joining forces with parents since the day of Pentecost. We cannot separate the school from the home or the church and be successful in the lives of the next generation that will sit in these pews, that will pastor these churches, that will form the society of America. I think the importance of God's Word is so critical for us today. I would like to take a look at history. Emile Brunner, a German philosopher, gave a speech to the Presbyterian Synod of Virginia in 1941. His words are a warning for us today in 2007. Mr. Brunner says, and I quote, Ah, there is where you make your mistake. The paganism of Germany was not a sudden thing. Over half a century, God and religion have been gradually disappearing from the schools of Germany. Education has become secular. A generation has arisen which acknowledges no God and no longer regards those basic moral sanctions which are the safeguard of national and international harmony and decency. That is why the churches of Germany are empty and the nation has turned its face toward the darkness in the wake of Adolf Hitler. Вот цитата из его выступления. Ах, вот где вы совершаете ошибку. Язычество Германии не является внезапным. Более полустолетия Бог и религия были постоянно, медленно убираемы из школ Германии. Образование стало безбожным. Поколение, которое признает, что нет Бога, выросло на этих основных моральных принципах. Вот почему церкви в Германии сегодня пустые. Нация повернулась лицом к теме и восстал Адольф Гитлер. Christ-centered education must be in control in our homes, in our churches, and in the schools of our society if we are to avoid repeating this tragic scenario. Чтобы избежать повторения вот этой трагедии в Германии нам нужно в наших домах, в наших церквях, и в школах нам нужно христоцентричное образование. When biblical principles and truth of teaching and learning are applied consistently at home, at church, and at school, the child will have a firm foundation laid on which he can live a life pleasing to Jesus Christ. I'd like you to just imagine in your mind a three-legged stool. I have a small farm, I live in Idaho, I raise cows, and when I milk a cow, I try to four-legged stool, and the stool is not very stable on uneven ground. But a three-legged stool can be on uneven ground and allow me to be very stable and milk the cow. I want to imagine a three-legged rod with three-legged I have a farm and a cow and when I give a cow and I need to put this rod under a cow. And I believe that's a great example of our home being Christ-centered, our church being biblically founded in biblical truth, and our schools being teaching the gospel of Jesus Christ, the word of truth and gives that life a foundation which even in the storms of life can remain stable and firm. Martin Luther the great reformer said this and I quote I advise no one to place his child where scriptures do not reign paramount. Every institution that does not unceasingly pursue the study of God's word becomes corrupt. I And I believe that is true. I want to read a passage out of John chapter 18 and verses 30. I'll start with 36 and I'll read 37 and 38. I think we're getting close to celebrating Christmas and sometimes I think we question why did Jesus come to this earth? But Jesus himself gave the answer to that question. Verse 36 Jesus answered My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world then my servants would be fighting and I might be delivered up to the Jews that I might not be delivered up to the Jews excuse me but as it is my kingdom is not of this realm Pilate therefore said to him so you are a king and Jesus answered you say correctly that I am a king and for this I have been born and for this I have come into the world we celebrate Christmas why did Jesus come here is his answer he came to bear witness to testify to the truth everyone who is of the truth hears my voice and Pilate said to him what is truth читаем 36 стиха Иисус отвечал царство мое не от мира сего если бы от мира сего было царство мое то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан иудеям но ныне царство мое не отсюда Пилат сказал ему итак ты царь Иисус отвечал ты говоришь что я царь я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине всякий кто от истины слушает гласа моего Пилат сказал ему что есть истина Иисус Христос родился в мире и пришел для того чтобы возвещать истину Слово Божьего Бог Бог есть истина и только у него нужно спрашивать что есть истина и что нет Единственный источник истины это Бог Yet we live our lives like there is a separation between truth and normal living но в нашей жизни так получается что обычная повседневная жизнь и истина разделены We come to church and that's sacred and then we live secular lives but God has addressed every area of life in his word he has addressed how we are to have relationship with our fellow man he is addressed in the area of biology life the giving of life the sustaining of life the nature of life he has covered the areas of anthropology the nature of man that we are created in his image we are image bearers of God and yet we are also fallen and sinful God has spoken who we are concerning psychology the emotions and temperament of man God has covered the areas of politics governing societies and peoples as we listen to this choir this morning God is the author of aesthetics of the arts the creative expression music beautiful paintings God God spoken of these things he is the author he is the truth concerning these things of what is right in our world today God has spoken to the areas of economics how we make and spend money God has spoken to the area of justice what is right and what is wrong see it's when Jesus says this at the end of this passage here in John chapter 18 everyone who is of the truth hears my voice folks that says there's another choice there I can hear God's voice and do the things of God live the truth of God in every area of my life not just on Sundays but Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday there's another choice I can live a lie I can accept the delusions of our culture of the lies of the enemy of the lies of the world the lies of the flesh and 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 when Pilate И когда Пилат задал вопрос, что есть истина, он этот вопрос задал самому автору и самому создателю истины. Потому что истина есть то, что получается и делается то знание, которое мы получаем от Бога. Истина – это не интерпретация людей. Истина – это не интерпретация людей. Истина – это Божье откровение к нам как к Его творению. И я хочу поговорить о сфере образования. Потому что в Америке, и я – американ – и я прошелся в образовании, и я знаю это хорошо. И я прошел 30 лет в администрации христианских школ в Америке, и я понимаю, что сегодня здесь происходит. Но в Америке сказали, нет, образование – это нечто нейтральное. Бог не должен говорить ничего о образовании. И, дорогие, это ложь. И, дорогие, Бог на самом деле является создателем всего. Он же создал и разум, и мудрость. Он дает и знания. И в притче 23-23 говорится, купи истину и не продавай знания. Мы не сможем afford to send our children. Если нашу mandate from God is to prepare a righteous and holy generation, мы не сможем afford to send our children into a secular or an ideology that says God does not exist. His truth is not relevant. Мы должны быть так perceiving. Мы должны быть так wise. Мы должны быть так careful. that the next generation knows the truth that Jesus came, that what he came, what he was born for, why he came into this world, to testify to the truth of God. И нам, как верующим, у нас есть повеление от Бога, приготовить следующее поколение, знающее Бога, мы не можем допустить себе или позволить себе, чтобы наши дети вырастали в этой идеологии, где утверждается, что Бога нет, что истины нет. And in Colossians chapter 2, verses 2 and 3, in verse 3, the scriptures state that in Christ are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So, whether you go to a secular school or university or college, see, man is just borrowing God's truth and claiming that it's his own. And taking that, those lies, and indoctrinating us in them, when we understand scripturally that in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Folks, this has great consequences for us today in the future of this nation. In the future of our families. In the future of our churches. I would like to just share a story from my experience at Valley Christian School in Spokane. We enrolled many Slavic children in our school. I want to share one story. In our school system, which is called Valley Christian Schools, we have been joined several Slavic schools. And I remember one family, the Dumbrava family, came and enrolled their children in our school. And the oldest boy, he was in the ninth grade, his name was Yev. And school began, and Yev began to have problems in the school. He began to break rules and cause problems. And Yev came to see me in my office numerous times. And he was sad. He told me he didn't want to be in our school. So I talked with Yev. I extended my love to him. And I prayed with him. And this went on for two or three months. And one day Yev knocked on my door, and he asked me, Mr. Evans, may I come in and see you? And I said, yes, Yev, come in. And he sat down in the chair by my desk. And Yev, this 15-year-old boy, looked me in the eye, and he said, Mr. Evans, will you forgive me? I didn't want to come to this school. And I've tried to break every rule here in this school. And I tried to get kicked out. But I've been wrong. I have experienced the love here of Jesus Christ. And I saw a young man's heart change. And I remember when Yev graduated from the school. We had dinner for the parents. And after everyone left, Yev was sitting in one of the pews of the sanctuary. And he was weeping. And he was weeping. Now he's an 18-year-old man now. And I went up to him, and I placed my hand on his shoulder. I said, Yev, are you okay? And he looked at me, and he smiled, and he said, yes. But inside, I'm just sad. Because I love this school. And I met Jesus here. And Jesus has changed my life. Today, Yev is 23 years old. And he's serving Jesus Christ in his Shlavic church in Spokane. He's gone on several missions trips to the former Soviet Union. He is a young man who has come like Isaiah, face to face with Jesus Christ. I want to tell you another story about a young man. This young man was 22 years old and attending a Russian Orthodox seminary to become a Russian Orthodox priest. And one night his roommate, his best friend, came back to the room. And this young man, Joseph, held up the Bible, and he said, I do not believe this is true. And Joseph said to his roommate, I have just finished reading a book. The title of that book, this book is The Origin of Species by Charles Darwin. And Charles Darwin says that God is dead. And I believe it. So I am leaving the seminary and I am turning my back on God. The name of that young man, 22 years old, is Joseph Stalin. He is responsible for the death of over 42 million of your countrymen, of your, probably some of your own relatives. And this man, Iosif Stalin, is responsible for the 42 million of his lives, who have gone from the earth and are our people. See, ideas, ideologies have consequences in the lives of people. They have consequences in the lives of our own children. And the most valuable possession that you have as grandparents, as aunts and uncles, as mothers and fathers or the young children in this room today. They must have the truth of God's word. They must know who Jesus Christ is. They must know that all of life is encapsulated by our God, not just on Sundays. So as a church, as a people that have been brought to America, called of God to influence this land for righteousness and holiness, I challenge you this morning to leave a righteous generation that will impact America, that will change us, that will move us to revival, that will move us from moral anarchy, to obedience and love and worship of a God who has created us, who is real and who is true. Thank you for allowing me to speak to you this morning. I love our great God and I love you as brothers and sisters in Jesus Christ. Thank you for allowing me to speak to you today. I love our God and I love you as my brothers and sisters. And thank you, Victor. Thank you. and thank you so much for coming to you. And thank you for coming to you. на говорение человеком, на говорение. Слава, слава Вышней Богу! Слава, слава Вышней Богу и на земле мир. Человеком благоволение! Глава, слава Вышней Богу и на земле мир. Человеком благоволение! 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 ПЕСНЯ 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 Чтобы теперь простить Я нищик тебе пришла Ты дал всё, в чём я нуждалась От сердца хочу я за это Прославить тебя К сердцу одну из тех дорог Знаешь лишь ты Прийти по ней в сердце моё Можешь лишь ты Свет любви в твоих глазах Прикоснётся, успокоит И душа в твоих лучах Больше на земле не стонет Ты, только ты мой Бог Ты, только ты лишь смог Так ждать и так любить Чтобы теперь простить Я нищик тебе пришла Ты дал всё, в чём я нуждалась От сердца хочу я за это Прославить тебя Вместе с тобой идти во тьму Я не боюсь Страшно одно Быть без тебя О, Иисус Раздвигая тучи тьмы Цепи ада разрывая За тобой назов любви К солнцу радостно взлетаю Ты, только ты мой Бог Ты, только ты лишь смог Так ждать и так любить Так ждать и так любить Чтобы теперь простить Я нищик тебе пришла Ты дал всё, в чём я нуждалась От сердца хочу я за это Прославить тебя От сердца хочу я за это Прославить тебя Прославить тебя Он родился в такую же ночь Только лишь без снегов и метели Чтобы гибнущим людям помочь Чтобы вечную жизнь все имели Так же звёзды мерцали вдали И луна одиноко бродила Только ангелов чудная песнь Старый мир к новой жизни будила Чудный гимн тот я слышу сейчас Свет в льву, пастухи у огня Эта песня святая не раз Побеждала на подвиг меня Знал ли он, что его в мире ждёт Для чего ему дано родиться Что толпа его зверски распнёт И жестоко над ним наглумится Знал ли он, что столпой рыбаков Увлечёт он полмира с собою И что сквозь полусумрак веков Мы пойдём за ним той же тропою Да, он знал, что его предадут На лишенья, страдания и муки И что ржавым железом прибьют Его чистые, добрые руки Да, он знал, что позорно умрёт Для грядущих земных поколений И над грешной землёю взойдёт Ярким солнцем святое спасенье Для того он родился в ту ночь И о том хоры ангелов пели Что пришёл он всем людям помочь Чтоб мы вечную радость имели Аминь Сеял Христос любовь В стране земной Сеял без лишних слов Горя душой Сеял тепло добра Среди скорбей От раннего утра До тьмы ночей Светом любви сиять И их ближних согревать Огнём любви святой Учит Христос Огнём любви святой Учит Христос Наш искупил Христос Там на кресте Чтобы не жили мы Больше во тьме Свету он нас призвал К жизни добра Жизнь вечную нам дал Бессеребра Светом любви сиять И их ближних согревать Огнём любви святой Учит Христос Огнём любви святой Учит Христос Наши сердца в одно Соединил И да Свою любовь Он возродил Так будем жить всегда Ярким лучом Вечной любви Христа Любви святой Светом любви сиять И их ближних согревать Огнём любви святой Учит Христос Огнём любви святой Учит Христос Светом любви сиять И их ближних согревать Огнём любви святой Учит Христос Огнём любви святой Учит Христос Продолжение следует... 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 язык, который все понимали, который все знали. Если приезжали иностранцы когда-либо к нам, то их было немного, и в основном система работала очень хорошо, они были окружены переводчиками, государственными переводчиками, которые с одной стороны переводили, а с другой стороны тщательно оберегали иностранцев от всевозможных контактов. Мы, простые советские граждане, не могли выехать за границу, практиковать нам свой иностранный язык было негде, и поэтому отношение к иностранному языку в школе у нас было соответственно. Никто его толком не пытался учить. Я помню, когда в школе, в пятом классе, когда нашему классу сообщили, что мы будем учить французский язык, я очень радовался, потому что все знали, что французский легче, чем английский, и поэтому, значит, особо напрягаться не нужно будет. Все понимали, неважно какой язык – английский, французский или испанский. И все равно знали, что толком его никто знать не будет, и он не нужен. Наверное, если бы мы тогда могли себе предполагать, что сегодня нам английский язык будет жизненно необходим, наверное, бы мы и больше стараний прилагали в то время. Но все изменилось. Мы с вами находимся в стране, где другой язык, где слова другие, где звуки другие. Мы не всегда можем эти звуки отличить один от другого, не всегда можем воспроизвести то, что нужно сказать. Мы чувствуем себя неудобно, когда слушаем и не все понимаем, и чувствуем себя еще более неудобно, когда пытаемся что-то сказать разными формами, и видим, как люди вроде бы хотят нас понять, но тоже не понимаем. Все мы надеялись когда-то, что мы выучим язык, что пройдет время, мы приедем в Америку, и язык как-то сам собой придет с годами, но на практике оказалось гораздо сложнее, гораздо сложнее, чем мы себе представляем. «Мы стараемся, мы учимся, мы мучим себя, других, но мало кто из нас, взрослых, может похвастаться какими-то успехами в этой области. Сегодня проблема, проблема Вавилонской башни, проблема тех строителей, сегодня она перед нами вплотную. Сегодня мы на себе чувствуем последствия того события, о котором мы прочитали. И начинается эта история с того, что пришли люди с Востока и поселились на равнине. какое-то время пожили и решили построить город, решили построить город и башню, решили построить то место, которое бы им запомнилось, место, в которое можно было всегда возвратиться. И чтобы было хорошо видно то место, где был город, и как далеко бы ни человек не зашел, он всегда бы видел башню, всегда бы видел место, в которое можно было возвратиться. Башня должна была служить тем ориентиром, башня должна была служить тем путеводителем назад, в город. Вроде бы неплохая идея, если бы на этом было бы все. Но это не все. Башня должна была быть не просто высокая. Башня должна была быть высотою до небес. И никто из строителей не думал, какой смысл в этом. Никто из них не думал, а возможно ли вообще, в принципе, построить башню до небес. Они думали о другом. Они думали о имени, какое высокое, славное имя даст им эта башня. И каждый из этих строителей, когда строил, в этой башне, в этом прекрасном возводимом строении, видел свое имя. Имя высокое. Имя превознесенное до небес, как та башня, о которой они строили. И все будущие поколения, смотря на эту башню, высокую до небес, вспоминали бы ее строителей, восхваляли ее создателей. Все они были захвачены этой идеей. Все они работали с упорством. И казалось, нет той силы, которая может их остановить. Господь говорит, вот они начали и не отстанут от того, что задумали. Будут упорствовать, будут стараться, несмотря на полную бессмысленность. Ведь башню до небес невозможно построить. И что делает Господь? Господь сходит и смешивает их язык. И они перестают понимать друг друга. И люди рассеялись по всей земле. И перестали строить город, и перестали строить башню. Вавилонская башня калнула в историю. А ее последствия остались. И продолжают жить по сегодняшний день. Проблема сегодня осталась. Проблема Вавилонской башни. Но если представить себе, что вдруг весь мир, все люди внезапно вдруг заговорили на одном языке. Решилась бы проблема Вавилонской башни. Все бы стало на свои места. Наверное, нет. Потому что проблема Вавилонской башни – это не только проблема разных языков. Это не только проблема разных наречий. Это не только проблема, что мы не понимаем слов. Прежде всего, это проблема глобальная. Это проблема всеобщего непонимания друг друга. И эта проблема сегодня не просто проблема отдельного народа, отдельных наречий. Это сегодня мировая проблема. Проблема непонимания сегодня – проблема всего мира. И люди на разных уровнях пытаются решить эту проблему. Пытаются проникнуть, выучить язык другого народа. Пытаются понять культурные особенности. Пытаются понять традиции, чтобы как-то сблизить, чтобы как-то понять, что движет тем или той или другой нацией. И чтобы самим быть понятым. Какие-то сдвиги в этой области есть. Но говорить о каком-то существенном прогрессе между народами в плане понимания говорить не приходится. И это только потому, что причина непонимания не только в языке. Причина непонимания гораздо глубже. Причину непонимания нельзя решить, выучив язык, или выучив традиции, или выучив культуру, или даже представив переводчика. Причина непонимания из-за того, что в мире на сегодняшний день не существует единого стандарта ценностей. Нет единого центра, вокруг которого бы все объединялось. То, что ценно для одних, абсолютно бесполезно для других. И наоборот. И сколько людей бы не старались прийти к пониманию. Сколько бы не старались выучить, научить способы, научить других, как прийти к пониманию. Все эти попытки обречены на провал. Потому что люди уповают на нечто другое. Одни уповают на знания. Другие уповают на демократию. Третьи говорят, что какой-то жесткий режим только заставит людей понимать друг друга. Если даже не понимать, то, по крайней мере, подчиниться законам, режимам. Но это все никаким образом не может привести к успеху. Мы с вами, люди верующие, понимаем, что единственное основание, единственный ключ к пониманию – это Писание. Единственный центр, вокруг которого может человечество объединиться и понять друг друга – это Господь. Все остальное будет разрушено. Это единственное, что может объединить людей. Надо сказать, что проблема понимания – это не только на уровне нации, не только на уровне государств. Мы видим, как непонимание, как раковая опухоль распространяется между людьми. Она есть и в семьях, она есть и в определенных социальных объединениях, она есть и на работе. Ведь здесь проблема непонимания. И как следствие этой проблемы очень много исковерканных судеб, очень много оставленных детей, очень много одиноких людей, очень много несчастья. Все это из-за проблемы непонимания. Но если взять нас с вами, верующих людей, у которых есть Бог, у которых Бог в основании, у которых есть центр понимания, можно ли сказать, что у нас с пониманием все в порядке? Можем ли мы сказать, что мы с вами застрахованы от непонимания? Конечно, нет. Мы видим, что в повседневной жизни у нас очень много сложностей с пониманием, с пониманием в церкви между братьями, с пониманием в семье, между родителями и детьми, между детьми и родителями, между многими-многими нашими друзьями. Это проблема верующими друзьями. Это проблема сегодня существует. И удивительно то, что даже говоря на одном языке, прекрасно понимая все тонкости речи, прекрасно аргументируя свою точку зрения, мы все-таки сталкиваемся с непониманием. Мы не можем избавиться от непонимания. Оно постоянно присутствует в нашей жизни. И пример Вавилонской башни как раз и объясняет, почему это имеет место. В той истории, которую мы прочитали, непонимание началось не тогда, когда Господь смешал язык. Непонимание было раньше. Непонимание началось тогда, когда люди решили построить башню и сделать себе имя. Вот непонимание от этого берет свое начало. И этот пример, пример этих строителей должен нас насторожить, как верующих людей. И апостол Павел развивает эту мысль, говоря, каждый смотри, как строят. Как часто мы не задумываемся и мы не смотрим, что мы строим и как мы строим. Как часто мы не понимаем друг друга из-за того, что мы строим то, чего не должно строить. А иногда, если строим то, что нужно, то строим не так, как нужно. Очень часто непонимание возникает из-за того, что мы подобны строителям Вавилонской башни, строим себе имя. Видим не дело, а видим себя в деле. Вроде бы строим и общее дело, и хорошее дело, но на самом деле строим себе имя. Строим себе башню, башню непонимания и разобщенность. И лишь только потому, что на переднем плане Я, наше Я, мы видим свое имя и стараемся его вынести наперед. И если так происходит, то наступает непонимание. Оно постоянно будет присутствовать, и этому не надо удивляться. Более того, заботясь больше о своем имени в любом деле, в котором мы начинаем делать, мы перестаем понимать друг друга. Мы перестаем понимать церковные нужды. Мы перестаем понимать своих родственников. Мы перестаем понимать своих друзей. В семье мы перестаем понимать мужа, жену. Мы перестаем понимать родителей, детей. И дело, которое мы начинаем, будь то семья, будь то какое-нибудь другое дело в церкви, если там присутствует наше имя, если мы стараемся сделать себе имя, там будет непонимание. Это дело не будет иметь успеха. Это дело будет потихоньку останавливаться, потому что в основании всего, в центре всего должно быть не наше имя, должен быть Господь, должно быть Его Слово. А если наши человеческие какие-то традиции, какие-то наши обычаи, какое-то наше Я присутствует, это дело обречено на провал. И самое важное, что если вовремя не остановиться и не убрать наше Я с того дела, которого мы делаем, мы начинаем потихоньку рассеиваться, подобно тем людям с Вавилонской башни. Рассеивание – это следствие непонимания. И мы видим, как сегодня это следствие имеет место везде. Мы видим много, как люди расстаются со своими семьями, потому что нет понимания. Мы видим много церквей сегодня перестают существовать, потому что нет понимания, а не понимания нет, потому что в основе, в центре стоит какое-то человеческое Я, а не Господь. И поэтому сегодня для нас вопрос. Каждый из нас что-то строит, обязательно что-то строит. Что мы сегодня строим? Что в основании нашего строительства? Наше Я? Мы имя свое пытаемся построить? Или все-таки центр нашего строительства – это Господь? Это очень важно, потому что то, из чего мы строим, то, как мы строим, влияет на наше здание, которое мы строим. Устоит ли наше здание в день испытаний? Слово Божие говорит, чтобы мы использовали материал прочный для того здания, которое мы строим. А очень часто мы стараемся ставить в свое здание свое имя, которое нам кажется прочным. Наше имя нам кажется достаточно веским. Наши знания, наши убеждения, кажется нам, что они очень прочные, и мы пытаемся в это здание ставить свое имя. Но что наше имя из себя представляет? Ничего. Пустота. И смотрите, наше общее здание. Если я попытался в это здание вставить свое имя, а там пустота, а там что-то другое имя, солома, а там третье имя. И получается, здание наше состоит из одних пустот. Сможет ли это здание устоять в день испытаний? Конечно нет. Поэтому Писание предупреждает нас, чтобы мы использовали материал, который прочный, материал, который веский, материал, который устоит в день испытаний и не сгорит. Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы во всяком деле не искали своего. Это не так-то просто сделать. Мы ищем своего очень часто. Мы пытаемся найти почет. Мы пытаемся найти уважение. Мы хотим, чтобы нашу точку зрения уважали, чтобы к ней прислушались. И когда этого не происходит, очень часто мы обижаемся. И опасность большая, что на каком-то этапе строительства своего имени, если такое есть, мы перестаем осознавать, что происходит. И уже мы не можем остановиться, подобно как те строители, которые начали строить эту башню. Нам очень тяжело остановиться, и Господь вынужден вмешиваться порой и останавливать нас. Но Писание нам показывает пример того, как нужно в действительности строить. И этим примером является наш Господь Иисус Христос. Когда Он, придя на землю, начал свою миссию, Он обладал силой, силой Бога, силой Сына Божьего. Но Он нигде не говорил о себе. Он всегда говорил, что я не от себя делаю. Моя воля исполнить волю пославшего Меня Отца Моего Небесного. Вот это имя, которое должно быть почитаемо, вся жизнь Его была основана на том, чтобы люди увидели имя Отца Его, который Его послал. К этому Христос стремился. Об этом Он думал и об этом говорил. Христос обладал всеми качествами Бога и человека. Он мог показать многое о себе. Но Он этого не хотел. Славы имени Отца Своего. Вот это Он хотел, чтобы люди увидели. К этому Он стремился. Несколько стихов я прочту из Евангелия от Иоанна. Слова Христа. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». И в пятой главе. «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». И дальше. «Мое учение не Мое, но пославшего Меня». Этот список можно много продолжать. Все Евангелие пронизано этими словами, когда Христос говорит, «Я не ищу чего-то себе, но Отцу Своему, который достоин славы». Христос имел право возвысить Себя, потому что Он был Сыном Божьим, но Он этого не делал. Отца Своего Он выставлял наперед, чтобы имя Отца Его величалось. Имя Отца Его люди чтили, и воля Отца Его была исполнена в жизни каждого. И заметьте, что произошло дальше, как Бог отнесся, Бог-Отец отнесся к такому поведению Своего Сына. Написано, что «Бог превознес Христа и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот такой труд сделал Христос, вот такую награду Он получил за то, что Он не себя показывал, а имя Своего Отца. Конец Вавилонской башни был печальный. Люди оставили строительство, рассеялись по земле и никогда больше не встретились. И время уничтожило то немногое, что они успели построить. От их труда даже следа не осталось, хотя есть несколько мест на земле, там на Ближнем Востоке, где ученые предполагают, что вот эти развалины, это Вавилонская башня, те остатки, которые от нее остались. Но очень уж малая вероятность, что это сохранилось до нашего времени. Тем не менее, последствия Вавилонской башни вполне реальны. Проблемы Вавилонской башни сегодня перед нами, и нам нужно их решать. И если проблему незнания языка не каждый из нас может решить, не все мы способны в силу своего возраста, в силу способностей преодолеть проблему языка, то проблему непонимания все мы с вами можем решить. Проблема непонимания нам решить по силам. Бог хочет, чтобы мы понимали друг друга. Бог дал ключ нам к пониманию друг друга. Христос – это тот центр, вокруг которого мы можем сплотиться, вокруг которого мы можем соединиться и понимать друг друга. Писание нам дано, чтобы помочь нам понимать друг друга. И это произойдет понимание друг друга, понимание в семье, понимание в церкви произойдет только тогда, когда мы уберем свое «я» из того, что мы делаем, когда мы поставим Господа на первое место. Когда интересы не свои, а интересы церкви, интересы другого станут для нас выше своих собственных. Тогда только будет понимание. К этому каждый из нас должен стремиться. На это должны быть направлены все наши усилия. Пусть Господь нам поможет, чтобы во всяком деле, которое мы делаем, семья, церковные дела, хор, пение, стихи, воскресная школа, все, что мы делаем, чтобы мы делали это не для своего имени, не для того, чтобы возвысить себя, не для того, чтобы как-то себя поставить на передний план и сказать, вот это я сделал, чтобы Господь прежде всего был виден и Господь прежде всего прославился. Ему слава за все. Аминь.